всем привет привет всем сегодня у нас выходной день и мы решили погулять в соседнем городке под названием байрод какой соседний километров 80 часе езды от дома этот городочек считается культурным и музыкальным центром баварии сейчас посмотрим в чем это заключается культурность его если вам о чем-то говорит имя ричард вагнер то мы сейчас находимся возле его музея посвященного его имени и так поняла что здесь он когда-то жил это было его резиденция мы обнаружили какую-то маленькую речку и много-много уток мы обнаружили утиный склад таких как их много вдоль речки прям возле нас еще 2 такая клумба с цветочками мы не уверены что-то вот это похоже на укроп неужели это тоже цветочки он весь в пчелах мы сейчас идем по одной центральных улочек города байрод вот примерно так оно и выглядит смотрите какой вход это немецкая пальма еще интересно так смотрите стульчики столики что ли и все разделено полосочками мы немножко прогулялись по старому центру городка байрод и не очень впечатлили но мы особо не смотрели какие-то достопримечательности и так далее мы просто решили заехать в этот городок потому что основная наша цель это местечко которое находится в 15 минутах от этого города и так что едем уже дальше в дальнейший пункт мы переместились в другое местечко называется это ЭРЭМИТАЖ но на самом деле ЭРМИТАЖ на самом деле ЭРМИТАЖ оно называется тут кувшинки нашли ждем может бегемот выплык мы сейчас ходим по ЭРМИТАЖу сзади нас не знаю видно нет нет снимают парочку у них видимо свадебная фотосессия вот свадебная фотосессия вот и говорят с ними по-английски а впереди нас очень интересное местечко по крайней мере выглядит интересно сейчас покажем такая нора правда там люди да они фотографируются и в этой норе как сказал Саша еще одна фотосессия и там тоже парочка это так мило так они уходят так что если вы где-то в окрестностях Байрота и вы не знаете где сделать фотосессию свадебную это идея мигра смотри куда ну там люди сейчас я вот вы что капаетесь сверху мы как раз на этом месте что что уходят коридоры таких коридорчиков здесь много вроде какой-то шкафчик очень красиво здесь прям дух захватывает такое ощущение что попал в прошлое где-то в век так семнадцатый пятнадцатый сзади нас смотрите видны белые скамеечки по обе стороны этого коридорчика ой мы опять нагнали людей которые делают нет которые делают фотосессию свадеб и орут тоже тут здесь такая интересная дорожка ну и конечно детские крики на фоне как без них вообще очень интересно так зайти и посмотреть что же здесь что там у нас за углом опа а за углом а городка мы сейчас находимся возле строения которое называется старый замок и также здесь на этом в этом месте есть новый замок вот перед старым замком вот такая вот аллеечка красивая вот эту аллеечку так эта зелень вообще так классно перекликается с белыми скамеечками растения реально капуста то у них укроп вместо украшения то капуста может похоже просто открывается вид вот такой там пропасть и дует ветер возможно ничего не будет слышно ветер хочет слышать иди на камушек что ли? не мило очень даже мило ожидал чего-то другого например чтоб прям пропасть была более крутого спуска мы подошли к красивому виду осень в этой резиденции Эрмитаж и хотим с вами им поделиться это как я поняла новый замок Эрмитажа и ответственно и ответственно за всю эту красоту девушка по имени Вильгельмина если вам что-то говорит это имя и смотрите кого мы тут нашли утяточек и смотрите кого мы тут нашли утяточек и и с с в каждом городке есть свои достопримечательности и всегда есть какое-то очень красивое место которое обязательно стоит посетить или это старый город или в дополнение к старому городу есть какие-то вот такие крепости замки смотрите как ровно подстриженные деревья и высоко ведь как они умудрились кто-то их ездит и стрижет хотела сказать что мне здесь нравится в этих местах мы уже посещаем второе место и сейчас через пару минут будет третье место и во всех этих местах мне нравится что мы а нет в городе мы не нашли в бесплатную парковку а здесь и в следующем месте бесплатная парковка хотя обычно в таких туристических местах парковки за деньги еще и за приличные деньги так что нам повезло знаете что меня смущает видно короче там дождевая туча это наша машина сейчас я покажу еще раз вот сзади нас идет дождевая туча я надеюсь оно нам не помешает в следующей нашей локации сегодня должен был быть средневековый замок мы до него даже доехали но по дороге начался дождь и судя по затянутости неба дождь сегодня уже не прекратится поэтому мы едем домой да спасибо за просмотр спасибо всем кто был с нами всем пока всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч